Змей И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятное для глаз, и вожделен нам, потому что дает знания. И взяла плоду его и ела, и дала так же мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что многие сшили смоконные листья и сделали себе опоясанья. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раню во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе ей? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Субтитры подогнал «Симон» И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»